В эфире первокарагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. Шахтерская столица приобрела многофункциональную пылесос-машину. На днях состоялся финал конкурса молодежных бизнес-идей моногородов Карагандинской области. Из 78 бизнес-идей выбрали лучших. Караганде-Жарык напоминает, в случаях нарушения технических условий эксплуатации воздушных кабельных сетей и электрооборудования необходимо срочно сообщать дежурному персоналу. В Караганде работники Центральной водно-спасательной станции предотвратили суицид. На прошедшей неделе на Федоровском водохранилище спасатели вытащили из воды женщину, которая хотела покончить жизнь самоубийством. Работники водно-спасательной станции успели спасти женщину, которая от отчаяния хотела свести счеты с жизнью. На вопрос, что послужило поводом для такого поступка, она ответила, что поругалась с дочерью. Первое, что забежал у нас спасатель-водолаз Жаналина, и мне кричал, что сейчас понадобится первая доврачебная помощь. Ну и я вообще еще не знала, что такое случилось. Быстренько схватила эту сумку свою медицинскую и выбежала на улицу. Уже наши водолазы-спасатели вели эту женщину. Она, конечно же, была вся в таком сильнейшем стрессе. Как только дежурные водно-спасательной станции заметили женщину, к ней сразу подплыл катер со спасателями. Пострадавшая по пояс сидела в воде, в одежде и обуви. На станции женщине оказали доврачебную помощь и вызвали скорую. Каждый день выезжаем на патрулирование вдоль озера, водохранилища. И вот съехали и заметили эту женщину прямо рядом со станцией. Смотрим сначала, как бы голова в воде торчит, а никаких движений нет. И подплыли к ней на лодке. Такой случай очень редкий. Но самое странное в этом происшествии то, что эту женщину привез токсист по ее просьбе. Она рассказала ему, что хочет покончить с жизнью. И по словам женщины, он отвез ее туда, где можно утопиться. Таксист высадил ее у берега за 100 метров от водно-спасательной станции. Зачем таксисту это нужно было делать? Хотел ли он спасти женщину или наоборот подвезти к худшему, остается неизвестным. Лариса Хусейнова, Кайрат Рашитов, Бахтия Распанов, 1-й Карагандинский. Караганда станет еще чище. Шахтерская столица приобрела многофункциональную пылесос-машину, стоимость которой составляет 41 миллион тенге. В Казахстане их только две. Одна в Астане, и в Караганде. Из бюджета города выделено финансирование в размере 41 миллиона тенге на приобретение данной спецмашины. Данная спецмашина позволила сократить задействованные ресурсы и улучшить качество уборки дорог центральных улиц. В дальнейшем также, согласно разработанному ФЭО, запланировано приобретение данной спецмашины. Техника сделана из высокопрочной стали. Сама фирма «Джонстон» дает 80 лет гарантии на данную технику. Многофункциональная машина забирает в себе целый кубометр воды. Также имеет возможность с шумопонижением. Уникальность приобретения нашей машины фирма «Джонстон» является в данный момент лидером в производстве коммунальной техники. Уникальность самой этой машины, что на данный момент единственная эта машина умеет обоими шахтами, правой и левой стороной работать одновременно. Тем самым они увеличили уборку полотна дороги, ширину. Установили на них, как мы называем в простонародье, бутылку-уловитель. Если водитель едет и видит, что на дороге, на препятствии лежит бутылка нажатием кнопки, шахта приподнимается, улавливает бутылку, опускается дальше в рабочий состояние и дальше работает. Если мы на этой машине держим двух водителей, то при старой нашей машине мы держали 12 человек. И такого качества уборки все равно механическая машина не делала. В скором будущем в Караганде открывают завод по утилизации старой техники. Так что проблем с запчастями и сервис с обслуживанием не будет. 75 процентов воды можно будет возвращать в технологический процесс при использовании очистной установки, которую разработали в физико-химической лаборатории Карагандинского государственного университета имени Букетова. Проблема сохранения водных ресурсов стоит перед многими государствами. Сегодня в большинстве случаев используемая вода в производственных процессах просто сбрасывается в водоемы. Александр Бутов, ведущий специалист лаборатории физико-химических исследований Каргу, задался целью сохранить отслужившую воду и вернуть ее очищенный в технологический процесс. На данном этапе мы представляем действующий демонстрационный макет очистительной установки производительностью 150 литров в час. Эта установка очень маленькая, собрана своими руками, собрана на свои собственные средства. Применение подобной установки просто необходимо на таких малых предприятиях, как прачечные, мойки, котельные. Зарубежный фильтр, который предлагают поставщики, не подходит для казахстанской воды. Она очень жесткая. Картриджи постоянно сбиваются и выходят из строя. Фильтры для установки пришлось разрабатывать самостоятельно. Подобная установка уже работает в Тихоновском карьере и на одной из автомоек Караганды. Правда, больше никто не заинтересовался очистной установкой в промышленных масштабах. С помощью подобной установки можно довести очистку воды до питьевого уровня. Правда, ее надо доработать. Водоочистные сооружения Караганды справляются со своими обязанностями, но они громоздки, затратны и имеют, надо сознаться, устаревшее оборудование. Лаборатория контроля качества питьевой воды – аттестованная лаборатория. Штат лаборатории 40 человек. Она состоит из трех химических отделов и одного микробиологического отдела и паразитологического отдела. Анализы лаборатории выполняются в строгом соответствии с нормативными документами. Стандарты очистки питьевой воды соблюдаются, но потребители все равно вынуждены дочищать ее с помощью покупных фильтров. Хотя вода проверяется в разных частях города и неоднократно. А наша вода казахстанская, ну, очень жесткая. Ихние фильтры забиваются и часто меняются карты. Вот фирмы покупают их, часто приспособили для того, чтобы купили, прошли на свои деньги, купили вот эти банки. И уже наполнение наше, наполнение тут стоит везде наше. Я вам сейчас покажу, и все мы делаем. С питьевой водой в Караганде порядок, но сохранность и возврат используемой воды в непрерывный цикл можно увеличить, что приведет к сохранению водных ресурсов. Надо только обратить внимание на предлагаемую установку по очистке воды, которую создали в лаборатории физико-химических исследований Каргу. Сергей Высокосов, Айдын Жакан, Ернур Жомарт, Первый, Карагандинский. Впереди небольшая реклама. Оставайтесь с нами. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал. Галвин. Херкюль. Торговая марка Галвин представляет. Эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 миллиметра представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система профиль Галвин. Профиль Галвин 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 миллиметров. Идеально подходит для любого климата и региона. Система стандарт относится классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия эксклюзив. Пятикамерный профиль Галвин 70 серии. Монтажная ширина 70 миллиметров. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 миллиметра. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Галвин и Галдек не содержат свинца и на 100 процентов соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Из-за невнимания родителей гибнут дети. Кого потом винить в том, что вы не объяснили элементарных правил безопасности от несчастного случая? Примерно четверть всех электротравм заканчивается гибелью. Караганды Жарык напоминает, в случаях нарушения технических условий эксплуатации воздушных кабельных сетей и электрооборудования необходимо срочно сообщать дежурному персоналу. Электрическая энергия в современном мире играет огромную роль во всех сферах жизнедеятельности человека. Но необходимо проявлять особую осторожность самим людям, следить за действиями других с электроаппаратурой и электроприборами. Это позволит избежать поражения электрическим током. Особенно в летнее время любознательные дети могут по неосторожности и любопытству залезть на опоры воздушных линий, тем самым подвергнуть себя опасности поражения электрическим током. О всех фактах открытых трансформаторных подстанций и монтажных проемов необходимо сообщить в диспетчерскую службу районных электростанций. Всех жителей города, если в случае обнаружения открытой трансформаторной подстанции, либо обрыва провода, позвонить в аварийную службу. Телефон на аварийную службу написан на дверях ТП. На днях состоялся финал конкурса молодежных бизнес-идей моногородов Карагандинской области. Конкурс проводится в рамках программы диверсификации экономики моногородов при сотрудничестве с Национальной палатой предпринимателей и Фондом развития дому. Из 78 бизнес-идей выбрали лучших. Главной целью конкурса является поддержка малого и среднего бизнеса в моногородах, чтобы молодежь могла получить своеобразный толчок в своих начинаниях. Конкурс состоял из трех этапов. Первый этап проходил в городе Караганде, где на суд-жюри были представлены лучшие работы участников из городов Тимиртау, Шахтинск, Абай. Второй тур организаторы провели в городе Жизказган. Там свои проекты показывали конкурсанты из Жизказгана и Сатпаева. В финал конкурса отобрали шесть отличившихся проектов. Все представленные на конкурс бизнес-идеи были разноплановые. Стрижка овец, покупка оборудования, потому что для сельских местностей, например, это проблема в мае, весной и осенью. Стрижка овец – это очень трудоемкая работа. И там необходимо купить оборудование, сделать мобильную станцию по стрижке овец. Вот одна из идей. Есть еще идея, например, из Шахтинска организовать телевидение, потому что в моногородах нет телевидения. Вот они хотят организовать телевидение и рассказывать о новостях в моногородах местным жителям. Участница из города Жизказган Мирюерт Жаменкенова защищала проект по открытию детского сада в своем городе. Говорит, что дошкольных учреждений должно быть больше. Я предоставляю бизнес-план детский сад «Ерсаин». У нас проектная мощность детского сада – 140 детей, численность – 120 детей. Мы хотим открыть количество детей 6 групп, возрастные группы с 2 до 6 лет. У нас идут дополнительные услуги – массажные кабинеты, бассейн, хорография, инновационные технологии по изучению языков. В городе Шахтинск не хватает дополнительного информатора событий. Так считает конкурсантка Арина Зайченко. Она защищала проект по открытию цифрового телевидения. Какие бывают источники информации? Это газеты, книги, интернет, телевидение. В веки развивающихся технологий, инноваций, цифровое телевидение является источником быстрого и доходчивого источника информации. В нашем городе необходим свой канал. По итогам трехэтапного состязания проект из города Жизказган получил первое место. Теперь у инициаторов бизнес-идеи по открытию детского сада есть возможность представить свою работу уже на получении гранта. Гульнор Жакен, Айден Жакан, Бахсиар Успанов, Первый Карагандинский. Впереди небольшая реклама. Не переключайтесь. Продолжение следует... Продолжаем выпуск. Марш парков – это международная природоохранная акция, проводимая с целью привлечения внимания всего общества к проблемам экологии. Это не только праздник заповедников и национальных парков, но и каждого человека, любящего природу и охраняющего ее. Государственный национальный природный парк Буэротау проводит ее с 2011 года. Жизнь на земле есть всюду – в лесах, степях и пустынях. И чтобы ее поддержать, создаются заповедники, национальные парки. Ведь они – живые музеи, интересные достопримечательности дикой природы. Государственный национальный природный парк Буэротау является еще совсем юным. Природоохранным учреждением, который появился на просторах Казахстана 11 марта 2011 года. Природоохранная акция марш парков проводится национальными природными парками, государственными резерватами, заказниками в период с 23 марта по 22 мая. Эта акция нацелена на местное население, школьников, студентов. Парк создан на землях запаса и землях Государственного лесного фонда Тимартауского и Ирементауского района. Общая площадь национального природного парка Буэротау составляет около 8-9 тысяч гектаров. За территорией наблюдают инспектора, который защищает ее от браконьеров. Проверяют машину, то есть у нас есть право на досмотр машины. В случае обнаружения какого-либо нарушения в области природоохранного законодательства составляются протоколы, которые передаются дальше для рассмотрения. Сюда часто приходят туристы, ученики, студенты. Для ребят в местных школах организовали маршрут путешествия. Озеро Ашбай и Бозайгр являются самыми крупными озерами на территории национального парка Буэротау. Озера располагаются в бесточных неглубоких впадинах межгорных равнин и имеют низкие берега. Есть также родники, и здесь их более ста. Встреча с родником всегда приятна, а в знойный летний день вдвойне. Национальный парк не перестает радовать глаз туриста. Впереди окрестность горного массива Акды, который является местом обитания горного барана Архара. Основные туристы к нам приезжают, и алпинисты приезжают, скалолазы приезжают. Туризм потихоньку у нас в национальном парке развивается. Сейчас мы уже третий год работаем по марш-парку. Это все мирные организации. И уже дети участвуют. Далее кордон, Белодымовская дача и вольер для разведения благородных оленей. Здесь можно увидеть моралов, сурков, серых журавлей и других маленьких жителей этой местности. В любое время года национальный парк Буэротау с радостью ждет своих туристов. Жезер Абдраимова, Тульен Рашитов, Никита Миткин, Первый Карагандинский. В завершении выпуска еще об одном. В областном плавательном бассейне города Караганды проводят мастер-классы для детей. Из пришкольных лагерей посещают бассейн 13 центров детского отдыха города. Дети не просто оздоравливаются в летние каникулы, их готовят к республиканским соревнованиям. Цель проведения подобных мастер-классов – это создание эффективной системы развития плавания для укрепления здоровья населения и повышения конкурентоспособности казахстанских пловцов. С часу до двух, до трех мы предоставляем для группы здоровья, для населения. То есть это ветераны спорта, это инвалиды, это просто население приходит, плавает. А после трех опять у нас школа, наши дети, свои дети занимаются. До семи часов. С семи часов опять же мы население предоставляем до девяти часов. Сейчас маленьких пловцов готовят к республиканским соревнованиям. От Караганды будут участвовать четыре команды по 12 человек. Из них шесть девочек и шесть мальчиков. В наш плавательный бассейн приходит плавать в летний период в школьные лагеря. Занимается очень много детей. В каждой группе, к примеру, человек по 20. В нашем бассейне проходит обучение кроме на груди, кроме на спине. Брасом обучаем деток плавать. Техника безопасности у нас на воде присутствует. Мы занимаемся тренера-преподаватели. Детям очень нравится заниматься в нашем плавательном бассейне. Все дети довольны. Дети занимаются на неглубокой половине бассейна. В начале занятий тренеры обучают их, как вести себя на воде. Потом они самостоятельно учатся плавать, а тренер и медицинские работники следят за ними. На занятия приходят дети от 6 до 12 лет. В каждой группе по 20 человек. В день занимается по 3-4 школы. В среднем ежедневно обучается около 100 школьников. Лариса Хусейнова, Эдин Жакан, Бахтия Распанов, 1-й Карагандинский. На этом наш выпуск завершен. Спасибо за внимание. Аман Савболгстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова